Привет, дорогой зритель! Добро пожаловать на канал Китай в помощь! Если вы вдруг присматриваете для себя мощный, но недорогой блок питания, ну или просто интересуетесь всякой всячиной с Алиэкспресс, этот обзор наверняка придется вам по душе. Для начала короткая предыстория. Так есть у меня три любимых устройства, которыми я пользуюсь очень часто. А именно, паяльник с регулировкой TS-100, универсальный модуль зарядки XY-PDS-100, а также компактный регулятор тока и напряжения DC-6006L. Все три устройства требуют внешнего питания и потребляют приличную мощность. Так вот, обычно зарядный модуль и регулятор питания я запитывал от Power Delivery зарядника через двухсторонний USB-C кабель. У них предусмотрена такая функция подключения. Ну а паяльник запитывал от того же зарядника с помощью специального кабеля с Power Delivery триггером. Но как оказалось, для меня это не очень удобно, так как обычно зарядник занят чем-то другим. В общем, я решил заказать отдельный мощный блок питания на 24 вольта со штекером DC5525, который подходит ко всем трем устройствам. Причем рассматривал я изначально два варианта. Первый за 13 долларов, блок питания на 24 вольта и аж 12,5 ампер. Вариант за свои деньги просто шикарный, но как видите, у него нет ни корпуса, ни проводов. И то и другое, конечно, поправимо, но мне не хотелось заморачиваться. К тому же, если уж и брать, то самый мощный вариант, а он был недоступен с доставкой из России. Дальнейшие поиски привели меня к варианту номер 2. Его цена около 10 долларов за версию 24 вольта 5 ампер. Да, по мощности он уступает первому варианту, но зато тут уже есть и корпус, и провода, и нужный штекер. Да и 120 ватт мне, в принципе, должно хватить. К тому же, на момент заказа была доступна доставка нужной версии из России. В общем, заказал именно ее. И, о чудо, всего через 5 дней я получил посылку на кассе пятерочки. В общем, сегодня посмотрим, на что способен и из чего собран блок питания на 120 ватт за 10 долларов. И да, если этот простейший, по сути, обзор будет вам интересен и наберет хотя бы 1500 лайков в первую после обзора неделю, можем пощупать и другие варианты. Например, тот же блок питания без корпуса на 12,5 ампер. Ну а пока давайте разбираться с этой штукой. Как вы могли видеть, приезжает блок питания в пенопластном боксе, и индивидуальной упаковки не имеет. Что ж, давайте рассмотрим его поближе. Итак, перед нами, что ли, на есть самая обыкновенная коробка из черного пластика. Кстати, не самого паршивого на вид качества. Размеры блока 126 на 54 на 30 миллиметров. И, если честно, размерчик как-то на 120 ватт малость не тянет. На верхней стороне нашлось место для светодиодного индикатора, и это хоть и маленький, но все же плюс. А еще, как мне кажется, на 120 ватт не тянет и вес блока. Так он составляет... ...примерно 200 грамм. Некоторую погрешность, естественно, вносит кабель. Невесомым его, конечно, не назвать, но вес явно указывает на отсутствие крупных алюминиевых радиаторов внутри устройства. Впрочем, разборка, которая обязательно будет, покажет, верно ли мое предположение или я ошибаюсь. С одной из сторон блока выходит кабель для подключения устройств со штекером DC5525 на конце и эфиритовым фильтром. Длина кабеля 90 сантиметров. С обратной стороны находится гнездо для подключения сетевого провода, и вы только гляньте на этот провод. Длина этого кротышки всего полметра, и это, как по мне, просто смешное значение. Хотя продавец честно указывает обе длины в описании, так что претензий не имею. Присутствует на блоке питания и информационная наклейка. Как оказывается, у нас в руках модель 2450. Рассчитан блок на работу с переменным током и напряжением от 100 до 240 вольт, а также частотой в 50 или 60 герц. При этом на выходе нам обещают 24 вольта и аж 5 ампер по стоянке. Расположение контактов на штекере стандартное, плюс посередине, минус снаружи. И, собственно, больше тут рассказывать нечего. По большому счету, у меня в руках просто подозрительно маленький и легкий блок питания на подозрительно большую мощность. Предлагаю перейти к тестам, чтобы выявить, на что он способен. Естественно, проверять блок питания будем под нагрузкой. И тут очень кстати придется вот этот нагрузочный модуль от Torch DL24. Эта штуковина способна переварить до 36 вольт и до 150 ватт мощности. Так что нам подойдет просто идеально. Сейчас быстренько все подготовлю и начинаем. Итак, нагрузка активирована. И да, она настолько сурова, что требует внешнего питания. Также активирован и блок питания. Как видите, индикатор его горит зеленым, значит устройство готово поразить нас своей мощностью. Подключаемся к нагрузке, благо у нее есть нужный нам штекер. И как видите, сейчас блок питания генерирует необходимые нам 24 вольта, даже на 300 милливольт больше. Сейчас я буду плавно повышать ток и посмотрим, как устройство справится с большой нагрузкой. Начинаем с 1 ампера. Выставляем 1 ампер и открываем вход. Напряжение немного просело, но сейчас мы без проблем снимаем 24 ватта. Попробуем выбрать 2 ампера. Как видите, сейчас зарядное устройство генерирует уже 48 ватт. Напряжение ровно 24 вольта. Идем на 3 ампера. Что ж, 3 ампера нам также покорилось. Напряжение немножко просело, но сейчас мы получаем 71,5 ватт. Теперь 4 ампера. И опять же, что меня уже удивляет, зарядное устройство, точнее блок питания все еще справляется. Напряжение просело до 23,8 вольта. Мы снимаем 95 ватт мощности. Переходим на 5 ампер. И как вы могли видеть, сработала защита. То есть, либо мы достигли предела, и он составляет 4 ампера, либо мы слишком резко повышали ток. Давайте попробуем сделать это более плавно. Возвращаем значение в 4 ампера. Открываем выход. И теперь будем менять по десятым. 4,1 ампера. 4,2 ампера. 4,3 ампера. 4,4. 4,5 ампера. Сейчас мы снимаем 106 ватт мощности. Идем дальше. И как видите, при более плавной регулировке мы без проблем получили 5 ампер. Напряжение слегка просело, составляет 23,69 вольта. И при этом мы получаем 120 ватт мощности. Что ж, результат меня уже радует. Давайте попробуем найти предельный максимум. И как видите, ограничение установлено производителем очень точно. При попытке снять чуть больше 120 ватт, зарядное устройство отключилось. В общем, как вы поняли, блок питания все же смог выдать обещанные 24 вольта и 5 ампер. Напряжение малость просело, но все же. Если честно, я этого не ожидал. Да, говорю, что при резком импульсе более 4 ампер он все же уходит в защиту. Но при более-менее плавном возрастании нагрузки, заявленные 5 ампер получить можно. По крайней мере, краткосрочно. Сейчас обязательно проверим и длительную работу. Но перед этим предлагаю вскрыть корпус, чтобы проще было мониторить температуру его внутренностей. Приступив к разборке, хочется сразу похвалить производителя. Если обычно подобные блоки питания, а точнее половинки их корпуса склеиваются, то здесь корпус крепится на защелках. Ввиду чего его можно вскрыть практически без повреждений. Как видите, все защелки остались целы и сам корпус практически не пострадал, хотя разбирал я его металлической лопаткой. А вот взглянув на начинку корпуса, хвалить производителя, желание у меня резко поубавилось. Абсолютно очевидно, что блок питания бэушный. Об этом говорит и выпаянный сетевой разъем, замененный на пару проводов, а также просто обрезанные выходные провода, которые были впоследствии просто заменены новыми. А еще, как видите, производитель подверг блок питания доработке, добавив ему второй светодиод. Причем добавил весьма халтурненько, и мне сейчас тяжело понять, что защищает светодиод от замыкания на радиатор. Как видите, место расположения старого светодиода не отвечало новому корпусу, и производитель просто добавил новый индикатор. Теперь их два. Интересное инженерное решение можно найти и на обратной стороне платы. Здесь производитель разместил толстую термопрокладку ужасного вида. Видимо, по задумке автора, с ее помощью тепло должно отводиться на пластиковый корпус. Помимо термопрокладки, на задней стороне можно разглядеть четкое разграничение между высоковольтной и низковольтной частью блока питания. Это похвально. Теперь рассмотрим верхнюю часть устройства. Здесь по входу видим предохранитель на 250 вольт и 2,5 ампера, а также вполне серьезный входной фильтр. В составе фильтра, кроме всего прочего, видим два дросселя. Один самый крупный. С помощью небольшой термопрокладки контактирует с небольшим радиатором. Я бы назвал это решение удачным, если бы радиатор также не контактировал с входным конденсатором. К сожалению, маркировка входного конденсатора находится снизу, и разглядеть ее мне не удалось. Двигаясь далее по плате, находим достаточно крупный трансформатор. Думаю, его маркировка вам сейчас хорошо видна. Кому интересно, погуглят характеристики. И, наконец, в низковольтной части блока питания видим три электролитических конденсатора. Один на 25 вольт 1000 микрофарад, второй на 470 микрофарад и третий на 120 микрофарад. Здесь же находится небольшая индуктивность и те самые два светодиода. Возвращаясь к радиаторам, в блоке питания их три. Первый, самый маленький, контактирует с дросселем. Второй среднего размера контактирует с инканальным MOSFET транзистором, рассчитанным на 11 Ампер и 600 Вольт. Маркировка транзистора STF13NM60N. Ну и, наконец, самый большой угловой радиатор контактирует с парой сдвоенных диодов шотки на 20 Ампер каждый. Их маркировка MBR20150CT. Думаю, многих наших зрителей огорчит бэушность этого блока питания, но, если честно, меня она огорчает мало. Я, как любитель зионов и китайских материнок, люблю вторичное использование всевозможной электроники. Зачем выбрасывать её на помойку, если она всё ещё может нормально работать? Ну а насколько нормально работает этот блок питания, мы узнаем прямо сейчас. Давайте по-быстрому засунем его обратно в корпус и начнём испытание длительной работы под большой нагрузкой. Итак, я убрал блок питания обратно в корпус, но крышку плотно закрывать не стал, чтобы впоследствии можно было быстро её откинуть и измерить температуры. Сейчас я плавно нагружу этот блок питания на 5 Ампер и дам поработать примерно полчаса. Если в процессе работы будут происходить сбои, буду плавно снижать ток, пока не найду стабильное значение. Что ж, начинаем! И первое отключение блока питания произошло на 4-й минуте. Сказать, что это было непредсказуемо, я не могу. Чего-то подобного я и ожидал. В общем, я решил снизить ток до 4,8 Ампера и продолжить испытание. Далее блок питания работал стабильно и на 15-й минуте я решил измерить температуру, до которой нагрелся его корпус. В самом горячем месте пирометр обнаружил температуру в 50 градусов. Тут я посчитал, что слишком сильно занизил ток и решил поднять его хотя бы на одну десятку, до 4,9 Ампера. Однако на это моё желание блок питания отреагировал крайне негативно, тут же отключившись. Что ж, выставляем снова 4,8 Ампера и продолжаем испытание. Но длились испытания недолго. На 17-й минуте снова произошло отключение. Я снова понизил ток и продолжил испытание. Но, к сожалению, далее практически каждую минуту блок питания периодически отключался и мне приходилось снижать ток всё ниже и ниже и ниже. Постепенно мне пришлось снизить ток вплоть до 4,2 Ампера, что, как ни крути, уже совсем не соответствует заявленному производителям значению. При этом повторный замер температуры показал, что эта самая температура выросла и корпус уже нагрет до 61 градуса. Это откровенно большое значение. А далее случилось маленькое ЧП. Да, вы всё правильно поняли. Блок питания не выдержал длительной нагрузки и внутри него что-то просто-напросто взорвалось. К огромному счастью, блок питания не потащил за собой нагрузочный модуль. Он, как видите, продолжает работать, в отличие от самого блока питания. Быстрый замер температуры с помощью тепловизора показал ужасные значения. Трансформатор разогрелся до 130 градусов, а MOSFET транзистор до 147. Не знаю, что тут намудрил производитель, или точнее тот, кто переделывал этот бушный блок питания, но он явно заставил устройство работать с огромным перегрузом. Что касается диодов, то на них зафиксировано относительно низкое по отношению к трансформаторам температура в 100 градусов. Беглый осмотр корпуса и платы показал, что спецэффекты были вызваны скоропостижным выходом из строя одного из резисторов. На плате он помечен как R5, а маркировку имеет 101. Также прозвонка мультиметром показала, что выгорел у нас и предохранитель по входу. И знаете, даже тут у меня теплилась небольшая надежда, что я смогу по-быстрому вернуть блок питания к жизни. На одной из донорских плат я нашел соответствующий резистор, ну а сгоревший предохранитель, да, я знаю, что так делать нельзя, заменил одной небольшой проволочкой. Страшнее того, что уже было, мы точно сегодня не увидим. Однако, как показала практика, этот быстрый ремонт не дал результата, и блок питания по-прежнему мертв. По всей видимости, вышел из строя MOSFET транзистор. А в общем, как вы поняли, сегодня мне обзавестись подходящим блоком питания не суждено, и это, конечно, очень обидно. Я рад, что хотя бы вас сумел повеселить. По факту, блок питания-то в целом неплохой, но он явно не рассчитан на заявленную мощность. Думаю, его предел это 3-3,5 А, то есть около 65-70 Вт, но уж точно никак не 120. Я бы, пожалуй, даже мог с этой оговоркой рекомендовать блок питания к покупке, но не успел измерить его пульсации. Так что ссылку в описании оставляю чисто в ознакомительных целях. И, соответственно, мои поиски источника питания продолжаются. Пойду, пожалуй, закажу другой блок питания, а заодно и на этот спор открою. Может, удастся что-то вернуть. Если хотите увидеть и другие подобные обзоры, не забудьте поддержать это видео лайком, репостом и позитивным комментом. Как ни крути, а мы очень стараемся для вас. В общем, смотрите канал Китай-Помощь и берите от жизни лучшее. Не вот это вот, а лучшее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова